всем привет сижу блин без интернета это вообще сейчас труба я мне к медику надо а я забыла в какой кабинет вот не могу через интернет заказывала себе время не могу зайти потому что интернета нету блин пойду теперь туда внутрь и узнаю пипец время какое без интернета мы не туда и не сюда и вот он никак никак он там есть того чтобы разница бы прочитать и смс какие-то вот чтобы куда-то залезть посерьезней невозможно почему потому что нет интернета я все равно еще рано приехала поэтому пойду сейчас узнаю где почем и как и может быть меня пораньше приходят всего лишь за анализами поэтому нет не открывается пойду там узнать чарли в машине посидит минут несколько и потом поедем на шопинг сегодня черная пятница сижу жду девочка с одной знакомой увиделась в больнице представляете уже на год не видела вот сидели болтали пока времени примете стать без проблем дали бумажку там внизу у нас в регистратуре с с временем когда чё почем и как сижу жду кушать хочется вот мы добрались до невыскому в ады торговый центр а мне надо формацию сходить в аптеку народу до хрена везде пробки это пипец какой-то конечно все прут и прут знаете покупают и покупают мне такой хороший врач достался я вообще офигела давление мне поверил таблетки от этого от щитовидки убрал говорит что у меня все нормально все горло прощупал в общем везде все смотрите елочки у нас тут какая здоровая мы сейчас пойдем кушать первым делом потому что очень хочется жрать жрать хочется потому что кушать хотелось где-то полчаса назад а сейчас хочется просто жрать мы поели сейчас зайдут магазин здесь написано что все 50 процентов скидки облопалась я прям хожу переваливаюсь нельзя так жрать ну ладно сейчас растрясем понемножечку буду смотреть если что найду я вам обязательно покажу смотрите со смехом прикольно смотрите сколько там народу я кое-что купила уже а а сейчас решила затарить сахаром свой организм и взяла молочный коктейль вкусный зараза я хожу хожу и не могу найти чё чё хочу в общем не знаю всю голову закружила знаете еще народу везде столько счет чувствую себя не очень слабость какая-то ну блин кое-что купила смотрите что творится столпотворение скидки да есть 20 25 30 процентов на все причем на все никакие ты вот там есть не во всех конечно магазинах но можно найти что-то купить но вот что я ищу не могу найти 5 примарк иду смотрите какая ёлка красивая написано что самая высокая в европе может быть никто не спорит конечно на камере не так она красива наверху даже огонечек висит в общем все я управилась устала как собака вообще сил нету никаких никакых песенки браются там где-то в машинах где-то тут сказали еду домой чаю бы попить или хотя бы водички вот у нас не беру и мировые машины я не вижу фу блин кто курить не могу пути пожалуйста раньше сама как паровоз дымила а теперь все не нравится слышу голос слышу чарли а где вы тоже слышали чарли не но я в упор не вижу но где-то тут если его слышала буду искать в общем я уже вернулась домой сейчас вам быстренько покажу что купила это вот старший племянницы такой вот свитерок очень мягкий по моему с леггинсами даже не знаю что это такое но классный такие платья им старшие и младшие хотела одинаковые но ничего не нашла вообще одинаковых нету вот вот это мне прям вообще понравилось такой классный блестючий суперская сумкой классно может быть на новый год или какой-то день рождения у кого-то будет и это тоже такое прикольное вот и вот такой новогодний костюм мелкая взяла смотрите он тут с этими тепленькие штанишки вот и вот так еще взяла целую сумку хамона заехали конфет вот это сейчас все в холодильник разберу и не знаю уже знаете в чемодан мне кажется уже ничего не влезет а мне еще сестра завтра черемой притащит не знаю что-то по чуть-чуть по чуть-чуть и все чемодан полный это пипец какой-то про одежду свою общение говорю у меня одежды не будет раз-два я обчелся чем поеду и еще как говорится на сменку и все это ручь это будет ручная кладь в общем так ты пригородал все маленьким буду хамон складывать мне главный врач выписал знаете что чтобы мокроты выходили а у меня че мокроты вообще врач говорю вам мой просто врач видимо что-то заболел или еще что-то и мне поставили другого на замену и этот врач я вообще офигела мне никогда давление ну как мерят там раз в 10 лет а этот мне давление померил все меня вот тут общупал на эти на тироидов как на щитовидку везде все общупал пощупал сказал по анализам что таблетки надо отменить и на следующей неделе сдать опять анализы чтобы посмотреть все ли у меня там нормально вот что он мне там еще сделал в общем 150 вопросов задал и выписал посмотрел горло пощупал везде тут и выписал против мокроты смешно так вообще ну ладно сейчас порошочек выпью вот этот вот этот попозже выпью и витамины и витаминчики и прополис вот у меня еще есть в общем короче пью 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 еще набрала конфет такие вот типа холса с тобой возьму у меня сейчас знаете как горло першит и начинается такой кашель вот как знаете бывает трубку возьмешь кашель такой как вот при аллергии аллергия аллергия начинается вот такая прям вот тут першит все в общем как все ко всему но я уже неплохо себя чувствую нормально потянет вот в общем если так будет то все нормально так что блин три часа или четыре даже подождите какой четыре четыре с половиной часа я ходила смотрела искала в один тот же магазин заходила ничего нет искала пижамы пижамку вот типа такого качества знаете вот такая чтобы мягонька была нету нет пижам детских таких для бэбиков есть какие-то обычные а я хотела теплую пижаму нету ну и вообще я это спросила у них они говорят все есть а так когда все есть даже не интересно зачем лучше может быть я там что куплю или покупать то что уже есть выброс денег правильно я говорю правильно я говорю ладно сейчас чай буду пить смыла красоту намазала скремами сейчас пойду белье вешать да да машинка стирается потому что завтра если постираю оно не высохнет а мне нужно чтобы завтра уже все высохло вот так что пойдем полезем наверх немножко уже еще осталось свесила чемодан 15 килограмм блин 15 килограмм черемою завтра надо принести а еще у меня три манго есть они как раз полтора килограмма или два даже весят в общем вот так думайте знаете как чемодан 20 килограмм это дохера это так много а начинаешь все укладывать и все и ничего не помещается вообще вообще мне еще все не верится что я куда-то еду хотя уже вообще послезавтра представляете как это так ой блин надо как-то приходить к этой мысли ну а потом в самолете очухаюсь даже не знаю никаких ощущений нет представляете ничего придут придут ощущения куда они денутся вот ладно я пойду сейчас вешать все машинки минуты две осталось ай витаминку выпить встретимся с вами завтра завтра у меня предстоит нормальная работа такая поработать вот и что еще и все и уже уже собирать и закрывать чемоданы надо же надо же надо же надо же такому случиться надо же надо же надо же всем пока и до завтра все все и все и